Ночное небо усеяно бесчётным количеством звёзд. Свет некоторых из них идёт к Земле тысячи лет, другие же расположены совсем рядом по меркам Вселенной. Я уже рассказывал вам про некоторые из ближайших светил, например, Сириус, Вегу и Альдебаран. Но среди космических соседей нашего Солнца есть множество других интереснейших объектов. Давайте же познакомимся с некоторыми из них. Космическое пространство в радиусе 50 световых лет от Солнечной системы содержит около 1400 звёздных систем. Некоторые из них являются кратными и содержат два и более компоненты, поэтому общее число наших звёздных соседей превышает две тысячи объектов. Среди них можно встретить самые разнообразные светила – от тусклых красных карликов до ярчайших гигантов, раскалённых до невообразимых температур. Эти невероятные масштабы и удивительное изобилие разновидностей космических объектов не могут не поражать воображение. Чтобы рассказать о каждом из них, потребовалось бы огромное количество времени. Сейчас мы будем двигаться с невероятной скоростью, во много раз превышающую скорость света. Преодолеем десятки световых лет межзвёздного пространства за считанные минуты. Нас встретят самые интересные космические объекты, окружающие Солнечную систему. Иные миры и звёзды уже ждут. Сделав виток возле Проксимы Центавра и мгновенно преодолев 11 световых лет, мы приблизимся к тусклому красному карлику под названием Рос-128. Его не видно с земли невооружённым глазом. Но возле этого непримечательного светила расположена одна из ближайших к нам экзопланет земного типа – Рос-128-би. Причём, в отличие от более близкой и холодной Проксимы Центавра-би, это небесное тело обладает относительно умеренной температурой – от минус 60 до плюс 21 градуса Цельсия. Если предположить, что её поверхность схожа с земной и поглощает 70% падающего света, то расчётная средняя температура планеты составит около 7 градусов Цельсия. Это на 8 градусов меньше, чем у современной Земли, но вполне достаточно для поддержания жизни. Масса экзопланеты примерно на 35% превышает земную, а радиус пока что не измерен. Если она состоит из тех, что и наша планета, то её диаметр должен превышать земной приблизительно на 10%. При этом ускорение свободного падения на поверхности небесного тела превысит аналогичное значение для нашей планеты всего лишь на 12%. Таким образом, если расчёты верны, то условия на поверхности РОС-128Б близки к земным. К тому же система быстро движется в направлении Солнца и всего через 79 тысяч лет окажется ближе к нам, чем Проксима Центавра, которая, наоборот, удаляется от Земли. Как и большинство известных экзопланет, РОС-128Б расположена очень близко к материнскому светилу. Расстояние от неё до центра системы составляет всего лишь 0,05 астрономической единицы, в 20 раз меньше, чем от Земли до Солнца. Экзопланета делает полный оборот вокруг звезды чуть менее чем за 10 дней и, скорее всего, находится в приливном захвате. Масса РОС-128 составляет приблизительно 17% массы Солнца, а радиус равен 0,2 от Солнечного. Температура поверхности звезды вдвое меньше, чем у нашего светила и составляет 3192 Кельвина, а светимость примерно в 300 раз меньше Солнечной. Также важно то, что РОС-128 – относительно спокойная звезда. Её светимость постоянно и стабильна. А поверхность крайне редко испытывает возмущение от вспышек и выбросов звёздного вещества, губительных для всего живого. Если мы продолжим двигаться дальше, то в 12 световых годах в противоположном от Солнца направлении обнаружим звезду Лейтона, известную также как GJ-273. Она обладает одной из самых больших планетных систем, обнаруженных учёными в ближайшем секторе космоса. Само светило представляет собой красно-оранжевый карлик массой всего лишь 25% от массы Солнца. Её радиус втрое меньше, чем у нашей звезды, а светимость в 435 раз меньше Солнечной. Неудивительно, что без телескопа заметить данную звезду на небосводе невозможно. Однако возле неё обнаружены сразу четыре объекта, два из которых уже признаны экзопланетами, а два других ещё ждут подтверждения своего статуса. Первый из них имеет обозначение Лейтон-Би и был открыт благодаря высокоточному измерению собственного движения звезды. Согласно расчётам, масса объекта равна примерно 2,89 от массы Земли, а радиус превышает земной приблизительно на 35%. Таким образом, данное небесное тело относится к классу суперземель, и гравитация на его поверхности может быть приемлемой для человека. Расстояние от центра системы до Лейтон-Би составляет около 1,1 астрономической единицы. Однако объект получает примерно столько же света от материнской звезды, сколько и наша планета. Благодаря этому небесное тело находится в обитаемой зоне своего светила и может считаться потенциальным кандидатом для поиска внеземной жизни. Расчётная температура его поверхности составляет от 259 до 292 Кельвинов, или от минус 14 до плюс 19 градусов Цельсия. Таким образом, условия на Лейтон-Би могут быть достаточно благоприятными для человека. Второй подтверждённой экзопланетой системы является Лейтон-Си. Этот космический объект соизмерим по массе с Землёй, но расположен гораздо ближе к материнской звезде. Точные параметры его орбиты пока не определены, но период обращения вокруг центра системы составляет всего лишь 4,7 дня. Скорее всего, он представляет собой раскалённое и неприветливое небесное тело, лишённое атмосферы и повёрнутая к звезде одной стороной. Два других объекта системы были обнаружены в 2019 году и пока ещё ждут подтверждения. Согласно предварительным данным, это ледяные гиганты массой от 5 до 15 земных. Радиусы их орбит лежат в пределах 0,8 астрономической единицы, а периоды обращения вокруг центра системы не превышают 558 дней. Из-за того, что звезда Лейтона относительно холодное светило и данные объекты лежат за пределами её зоны обитаемости, их температура, скорее всего, очень низкая. Эти небесные тела ещё предстоит исследовать подробнее. Оставив систему Лейтона позади и отправившись дальше, мы обнаружим светило, называемое Альтаиром. Оно расположено в 16,8 светового года от Земли и представляет собой яркую бело-голубую звезду массой около 1,8 солнечной, возраст которой составляет порядка 1,2 миллиарда лет. Светило испускает почти в 11 раз больше световой энергии, чем Солнце и является одним из самых заметных объектов земного небосвода. Альтаир примечателен тем, что очень быстро вращается вокруг собственной оси, примерно в 67 раз быстрее, чем Солнце. Он делает полный оборот чуть менее чем за 9 часов, а скорость движения звёздного вещества на экваторе составляет примерно 286 километров в секунду. Чрезвычайно быстрое вращение приводит к тому, что форма светила далека от идеального шара. Экваториальный диаметр звезды на 22% больше расстояния между полюсами и примерно вдвое превышает диаметр Солнца. Эта же особенность формы является причиной того, что температура и яркость Альтаира также неравномерны. Вещество в экваториальной его части заметно холоднее и темнее, чем на полюсах. Так температура экватора составляет всего лишь 6900 кельвинов. В то же время полюса звезды раскалены до 8500 кельвинов, что соответствует приблизительно 8200 градусам. Сперва вывод о необычной форме объекта был сделан на основании расчётов. Однако в 2007 году было получено изображение звезды в виде диска, подтвердившее данное предположение. При этом Альтаир стал первым светилом за пределами Солнечной системы, для которого был получен подобный снимок. К сожалению, ни одной планеты возле него пока что не обнаружено. Однако наблюдения свидетельствуют и наличие колец или газовой туманности, окружающих звезду. Свет Альтаира рассеивается в этих структурах, образуя масштабную интерференционную картину – гигантскую околозвёздную радугу. К сожалению, несмотря на красоту и величественность, это явление частично скрывает звезду, затрудняя её исследование. Если мы продолжим полёт сквозь космическое пространство, то сможем достигнуть Фомальгаута. Эта звёздная система из трёх компонентов расположена в 25 световых годах от Земли, и долгое время все три светила, входящие в её состав, считались независимыми космическими объектами. Лишь в 2013 году было доказано, что они связаны гравитационными силами и образуют единую космическую структуру огромных размеров. Таким образом, Фомальгаут является, пожалуй, самой обширной кратной звёздной системой, расположенной поблизости от нашей. Максимальное расстояние между его компонентами составляет 3,2 светового года. При этом на ночном небе Земли между наиболее удалёнными объектами системы можно разместить почти 11 лунных дисков. Самый известный, заметный и крупный компонент системы носит название Фомальгаут-Эй. Это молодое и горячее светило, масса которого на 92% превышает массу Солнца, а радиус составляет около 1,85 солнечного. Именно эту яркую звезду люди с древних времён называли Фомальгаутом, не подозревая о существовании иных, менее заметных компонентов системы. Светимость объекта в 16 раз превышает аналогичный показатель нашего светила, а температура составляет около 8000 500 кельвинов или 8200 градусов Цельсия. Возраст Фомальгаута-Эй составляет от 400 до 480 миллионов лет. Современные модели эволюции звёзд предсказывают светилу продолжительности жизни около 1 миллиарда лет. После чего оно, скорее всего, взорвётся сверхновой и превратится в белый карлик. Звезда окружена протопланетным газопылевым диском, разделённым на несколько частей. Его внутренний радиус равен 133 астрономическим единицам, а ширина составляет около 25 астрономических единиц. Вероятно, в этом диске всё ещё идёт процесс образования небесных тел, что неизбежно привлекает внимание астрономов. Также долгое время предполагалось наличие массивной планеты в околозвёздном пространстве Фомальгауты. Она даже получила собственное имя – Дагон. Однако последующие наблюдения показали, что её существование маловероятно. Скорее всего, за экзопланету было принято обширное облако пыли, образовавшееся в результате столкновения астероидов или комет. На расстоянии в 0,9 светового года от главного компонента системы расположен Фомальгаут Би, известный также как Ти-Даблью южной рыбы. Это оранжевый карлик массой порядка 70% солнечной, причём его радиус составляет около 63% от аналогичного показателя нашего светила. Температура поверхности звезды оценивается примерно в 4700 кельвинов, что соответствует 4400 градусам Цельсия. Однако светимость объекта в 5 раз меньше солнечной. В 2019 году в результате анализа спектра и собственного движения светила было высказано предположение, что возле него может обращаться небесное тело массой от 0,6 до 1,9 массы Юпитера. Его существование ещё предстоит подтвердить дополнительными наблюдениями, а параметры орбиты вычислены очень приблизительно. Согласно этим расчётам, период обращения гипотетической планеты вокруг материнской звезды должен составлять около 25 лет. Третьим светилом системы Фомальгаута является красный карлик LP876-10, расположенный в 2,5 световых годах от главного компонента системы. Эта звезда примерно в 5 раз легче Солнца, а температура её поверхности составляет чуть больше 3100 кельвинов. Период обращения LP876-10 вокруг Фомальгаута-А равен около 20 миллионов лет, из чего следует, что за всё время существования системы красный карлик совершил всего 22 оборота вокруг своего большего компаньона. Планет возле данного светила пока не обнаружено, однако наблюдения позволяют предположить наличие газопылевого диска радиусом от 10 до 40 астрономических единиц. Следующая наша цель расположена в 37,3 светового года от Земли. Именно на таком расстоянии от нас находится Арктур – самая яркая звезда северного полушария и четвёртая на всём звёздном небе. Это светило является главным компонентом двойной звезды и представляет собой яркий оранжевый гигант. Его жизненный цикл близится к концу. Большая часть водорода уже превратилась в гелий, и сейчас он сжигает остатки своего звёздного топлива, медленно увеличивая свой объём. Арктур – самая яркая звезда гигантского небесного потока, названного в его честь. Эта титаническая структура представляет собой остатки карликовой галактики, поглощённой Млечным путём около двух миллиардов лет назад. Она содержит 53 светила, большая часть из которых является старыми и тусклыми звёздами, гораздо менее впечатляющими, чем Арктур. Гигант испускает в 170 раз больше световой энергии, чем Солнце, хотя температура его поверхности заметно меньше – всего лишь 4251 Кельвин. Предположительно, в прошлом Арктур был похож на нашу звезду, ведь его масса всего лишь на 10% больше Солнечной. Однако неизбежное выгорание звёздного топлива и внутреннее давление раскалённой плазмы превратило светило в оранжевый гигант, и теперь его радиус превышает Солнечный в 25 раз. Согласно современной теории эволюции звёзд, такое же будущее ожидает и Солнце. Возраст гиганта оценивается в пределах от 6 до 8,5 миллиардов лет. Трудно предсказать, когда он вспыхнет сверхновой, завершив свой жизненный цикл. Однако это произойдёт весьма скоро, по космическим меркам. Сбросив внешние оболочки, Арктур превратится в раскалённый белый карлик, обречённый на долгие миллиарды лет медленного остывания. Второй компонент системы теряется на фоне своего гигантского соседа. Небольшая звезда светимостью в 20 раз меньше Арктура расположена так близко к нему, что определить её параметры практически невозможно. Если в этой звёздной системе когда-то и успели сформироваться планеты, то они, скорее всего, были поглощены самим Арктуром много миллионов лет назад. В любом случае, иных объектов в окрестностях звезды пока что не обнаружено. Несмотря на сотни лет пристального изучения, Вселенная всё ещё хранит бесчисленное количество тайн. Если только поблизости от нашей системы удалось обнаружить столь поразительные объекты, то что же ожидает нас дальше, в сотнях и тысячах световых лет? Наблюдая за звёздным небом, человек касается лишь самого края великого космоса — сурового, таинственного и бесконечно притягательного пространства. В будущем нас непременно ждут ещё тысячи удивительных открытий. А вы не забывайте поддерживать наши выпуски лайком и подписываться на канал. И услышимся!